Эпилепсия, нарушение кровообращения и серьезные нарушения мозга. О последствиях клещевого энцефалита Александра прекрасно наслышана. Поэтому на прививку каждые три года приходят уже в начале апреля. В Челябинской области используют отечественные вакцины энцевир и клещевак. Чтобы иммунитет успел сформироваться, врачи советуют вакцинироваться осенью. Но в экстренных случаях можно обезопасить себя и перед началом сезона. Население идут в обычные возрасте с хроническими заболеваниями. Мы им даем 30 дней между первой и второй вакцинацией. Те работы, которые связаны с лесным хозяйством, дорожными работами, которые подвержены большей опасности нападения клеща, то мы им делаем по ускоренной программе две недели между вакцинацией. На начало апреля в число жертв кровососов попали 14 человек. Половина из них – дети. В прошлом году по подсчетам специалистов за весь сезон насчитали больше 20 тысяч укушенных. Эксперты связывают это с низким уровнем вакцинации. Иммунная прослойка у нас составляет по детям 54,2%. При этом взрослое население привито всего на 10%. То есть для нашей области это очень низкие показатели привитости. Уже с 10 апреля в Челябинске начнут травить клещей в парках, скверах, на территориях муниципальных учреждений и на кладбищах. Правда, из-за погодных условий сроки работ могут передвинуть. Поэтому, если вы не успели сделать вовремя прививку, то перед посещением подобных мест воспользуйтесь репеллентом, чтобы отпугнуть назойливых кровососов. Закончить травлю клещей планируют к родительскому дню. Повторную дезинфекцию проведут уже в августе. Всего в Челябинске обработают больше 1300 гектаров общественных пространств.